Да он и строй, шинели в скатку. 16 июля. В эту дату, наверное, каждый гродненец, хоть ненадолго, но задумывался, какой ценой достался сегодняшний день. Ровно 77 лет назад Красная Армия во время освободительной операции дошла до Гродна. Вспомнить этот день, отдать дань памяти павшим героям, пожертвовавшим жизнью за наш город и всю страну, возложить цветы и венки к памятнику советским воинам и партизанам пришли неравнодушные гродненцы. Город тот 44-й, когда освобождали, остался в руинах, разрушен. Практически не работали предприятия, школьные заведения все. И не меньше усилий было приложено после освобождения нашего города, когда из руин восстановлены и построены новые школы, детские сады, жилые кварталы. Город и дальше продолжает строиться. В этот день выражали слова благодарности и поздравляли с праздником ветерана Великой Отечественной войны и освободителя Гродна Зинаиду Судакову. Она и сейчас помнит тот самый день 16 июля 44-го, когда победа дошла до города над Неманом. Что пожелать? Конечно, здоровья, конечно, благополучия. Конечно, чтобы еще жили, жили и жили и радовали своих детей, внуков, правнуков. И праправнуки у вас есть. Разве можно забить? Столько было восторга. Жители, я вам хочу сказать, у Гродницы, молодцы. Они так нас встречали, с цветами, плакали, обнимались. Вы знаете, это незабываемый день. За годы войны Зинаида Тимофеевна прошла через Тулу, Вязьму, Гомель, Бобруйск, Минск, Гродно и дальше до Берлина. Одним из самых ярких моментов для Зинаиды Судаковой остаются бои в Рязани и под Москвой. С 43-го она служила в Московском управлении военно-полевого строительства, а после присоединилась к армии 2-го Белорусского фронта, который двигался прямо в столицу вермахта – город Берлин. После войны Зинаида Судакова вышла замуж и переехала в наш город, где живет и сегодня со своей большой и дружной семьей. За время боевых действий в Гродно было разрушено порядка 43-х процентов зданий. Более 50 тысяч человек было уничтожено. 16 июля 44-го года освободили только правонабережную часть города, а уже потом в результате ожесточенных боев 24 июля была освобождена и Занеманская часть, которая сейчас именуется Октябрьским районом. В годовщину Дня освобождения городу и его жителям сделали и музыкальный подарок. Кродницкая капелла поздравила горожан выступлением Камерного оркестра на Советской улице. Отметить праздник решили и на футбольном поле во время товарищеского матча между командами председателя горисполкома и преподавательского состава Купаловского университета. Задача не стоит выявить там обязательно победителя, забить много-много голов, а просто действительно посвятить вот этот матч, выложиться на поле и посвятить его тем, кто когда-то защищал наш город от врага. И в принципе хотелось бы еще маленький такой нюанс осветить. Мы решили сыграть этот матч непосредственно накануне Олимпийских игр в Токио и также посвятить его параллельно нашим ребятам, которые буквально через две недели вступят в бой на Олимпийских дистанциях. Закончился матч со счетом 5-2 в пользу команды председателя горисполкома. Возможность жить в мире досталась ценой жизни миллионов человек. Из истории уже не стереть того страшного времени, но есть память, которую нужно чтить, пока живы мы и наши потомки. Наталья Мельникова, Виталий Рубанов, Алексей Сокута, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова